Санда Клаус из Лапландии, полторы тысячи лет. И бабушки, и дедушки пишут. Харизматичный, добрый такой, теплый. Обычно Санта дарит, а тут Санте дарит. Мы ждем наш транспорт. От Лапландии. Мне сейчас 65 лет, работаю с Сантой. Вот наша развозка. Четыре колеса, без оленей пока. Попов Сергей Николаевич. С 80-го года мы живем в Щучинске. До пенсии работала и сварщиком, и акдеупорщиком. Вот пригласили встречать гостей, как Санта Клаус. Но это у меня уже будет пятый Новый год. Получилось случайно. Тогда еще дочь жила в Щучинске. Она в Инстаграме где-то увидела объявление, ищут Санта Клауса. Дочь позвонила мне, говорит, ты очень похож на него. Ну, мы приехали сюда, в резиденцию Санта Клауса. Меня сразу заставили переодеться в костюм, и сказали Санта. Но с тех пор я Санта. Айнура, город Астана, написала мне письмо. Дорогой Санта, исполни, пожалуйста, мое желание на 24-й год. Пусть в Новом году моя семья будет здоровой, счастливой. Пусть наши родители будут живы и здоровы много-много лет. Пусть в нашей стране небо будет мирным, спокойным. И чтобы страна наша процветала лет сорок. Айнура. Хорошее письмо. Взрослые пишут тоже в желаниях, чтобы машину новую, или вообще машину, жилье, квартиру, кто-то дом. И путешествовать хотят. С надеждой, конечно. А вдруг получится, Санта их наградит. Самое главное, чтобы человек мечтал. Отсюда рождается вера. Если что-то получилось, о чем мечтал человек, появляется вера. Удочку, лёсны, скейт. Мальчик где-то год, может больше. Сильно болел, папа за ним ухаживал. И этот ребёнок приехал сюда со своим письмом. Письмо заготовил дома. Он очень хотел, чтобы у папы появился смартфон. И всего лишь. Он не себе просил. Попросил папе. Ну, хорошие письма. Обычно стараюсь беречь. Ну, как письмо. Ну, здесь стопочки тоже. Ну, каждый ребёнок искренне пишет. И действительно, чего он желает. Девять лет. Имя не разберу. Конфеты. Чего проще. О! На память о поездке. Это были с дома престарелых. И буквально они очень просили ничего-либо там. Естественно, им и пожелалось здоровья. Они просто попросили сувенир какой-нибудь на память. Вот. Мы придумали. У нас носочки дают детям. Вроде как повесить на ёлочку. И туда подарки будут положиться. Ну, вот. На камине у нас носочки висят. А это вот пенсионерам я подарил. Они ушли очень-очень довольные. Нам нужно приключать волшебные слова. Их три на выбор. Ха-ха-ха, хи-хи-хи или хо-хо-хо. Какое правильно? Хо-хо-хо. Давайте попробуем. Раз, два, три. Хо-хо-хо. 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 Итак, проходим к нашему сайте. Скорее, скорее, скорее. Актерскому мастерству меня никто не учил. И не учился я ни у кого. Просто, когда заходят люди, они ждут общения. С ними общаются. Также и ребятишки. Эльфы помогают очень. Они поддерживают. И самое приятное, когда люди уходят отсюда радостными. Заходите, ребята, заходите. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Здравствуйте, здравствуйте. В основном люди идут, у кого дети, особенно когда маленькие. Вот двух, трех лет ребятишки, они еще санту боятся. Потому что такой дядька, да бородатый, да интересный. Они зайдут и смотрят, что это такое. Ну, бывает, что у ребятишки он сразу бежит и идет обниматься. И подарки даже мне дарят иногда. Ну, такие детские. Обычно Санта дарит, а тут Санте дарит. Можно я вас огняю, дедушка? Конечно. Дети есть дети. С ними интересно общаться. Есть, которые хотят показать себя очень взрослыми. Уже вроде как и не верят ни в Санту, ни в Деда Мороза. А с другой стороны, если разобраться, в душе они все ждут подарка отца. Пока-пока. 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 Как вы видели, он очень харизматичный, добрый, такой теплый, знаете, заботливый. Вот в нем прям именно вот эту черту дедушки Мороза, нашего Санты. Ну, очень приятный, такой настоящий. К нему заходишь в комнату, вот действительно попадаешь в детство. Детки к нему тянутся, и он тянется, прям на одной волне с ними. Он очень веселый, позитивный, он всегда может с нами поговорить, поддержать, посоветовать что-то. Мы с ним находим контакты, прям лайт какой-то. Нам с ним весело. А кто это был? А кто это был? Сегодня был такой случай, что ребенок просто подбежал, обнял меня. Он был рад встрече. Вот, а повзрослеют дети, они уже как бы и не верят в Деда Мороза. Я сегодня задал вопрос одному мальчику, ну, он лет 12 уже. Я говорю, а праздник есть? Он сказал, что и есть. Я говорю, ну, вот видите, значит, и Дед Мороз есть. Я в письме точно такое же вообще-то написал. Видишь? Где он же? Сама исполнит уже. Вот, вот. В Усть-Юге Дед Мороз существует. В Белоруссии Дед Мороз, который мне, мне, казахстанскому, и давал привет. Он где-то увидел, но был шокирован, что в Казахстане есть такой Санта-Клаус. Ну, там, наверное, тоже Деда Мороза меняются. Так долго сидеть, наверное, как я, наверное, нету ни одного человека. Из косметики ничего не использую, ребят. Может, надо бы, конечно, но я еще не пробовал. Единственное, что вот меня бороду подбелили. Седины маловато еще. Так что я еще молодой Санта-Клаус. Самое лучшее на Новый год – это окрошка. Приеду отсюда, из Лапландии. Жена накроет стол. У нас веранда, окна большие. Мы садимся на этот стол. Встречаем Новый год, можно так сказать. И смотрим салют в городе. Я бы у Санта-Клаус сам у себя. Чего бы попросил? Сто процентно то, что просил Айнур. Другого изживать не надо. Чтоб было мирное небо над нами. И чтобы народ жил в благоденствии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин